мои дорогие телезрители мы продолжаем наше путешествие по северной ирландии и едем на подвесной мост 10 минут 10 километров и мы на месте вот проезжаем такие живописные пейзажи дорога узкая 60 миль ограничения мы шестьдесят и едем кругом барашки луга зелененькие но вообще просто прелестно кайф какой так что ехали ребятки смотрите барашки бей вот они а дорога восхитительная отвечаю вдоль океана прям вот парковочка давайте мы просто завернем сюда и еще здесь у нас есть о остатки замка да сейчас посмотрим вот ребятки прямо написано дан сверский кассу dance very big castle вот остатки от него что осталось барона бегает тут летает так нам он туда ехать он там вот буквально пару километров и будет мост вот ирландские овечки жирные чайки марш смотри чайки размером с овцу блин и мы едем дальше видите какая прелесть ребятки слева океан справа слева бараны прямая дорога и вот знаки роб бритч подвесной мост едем да ладно разойдемся или разойдемся разошлись глубина океана видны ребятки смотрите здесь здесь и приехали он парковка я вижу сейчас пойдем пешком до подвесного моста и это клёво товарищи смотрите океан вон там он зелененький вон там он синий темный вон там черный обалдеть вон маяк еще моргает клёво но паркинг паркинг только снизу какая прелесть клёво ехали до криви тульки ну вот мы и на месте на подвесном мосту находимся мы на высоте 57 метров над уровнем моря и вон туда идем на мост так что клёво вот посмотрите сколько он стоит и мы пойдем все ребятки смотрите какая красота видно аж береговую линию вот водоросли а вот там вот нету песочек или до клёво глубина все дела так ratlin island смотрите вот отсюда и вон до туда длится этот остров там соседний год следующий город будет от него прям паромчики туда ходят я вижу вон там деревня вон есть город целый то есть люди живут на острове от основного острова вообще зашибись да короче идем на подвесной мост стоит 7 фунтов на человека и как раз посмотрим стоит ли он этих 7 фунтов вот тут у нас вот такие скалы солнце светит и а вот он мост сейчас память не буду лисы здесь лисы чайки тюлени дельфины маша ты дельфины тюлени акулы тоже нарисовано так что здесь не поплаваешь идем так ребятки смотрите как солнцем освещается все зашибись а нам дали номерок заплатили по 7 фунтов дали номерок что на мосту мы имеем право находиться с 10 30 до 11 30 то есть определенное количество народа на определенное время потому что мост подвесной чтобы не рухнул чертям собачьим как говорится и клёво там действительно было плакат где написано туры ходят смотреть дельфинов акул и морских котиков клёво сейчас буду с моста выискивать кого-нибудь вот этот вот маленький островочек он называется овечий остров не обитаемый абсолютно не знаю почему он овечий может там овечки живут как в исландии например эти дикие козы траву морскую ели может и там кто-то что-то живет и ест а нам идти вон к тем вот островам самый конец ровно километра от места того где мы купили билеты идем клёво да вода здесь стекает вот сюда а потом на нафиг в такое ущелье и в воду кайф какой какая красота ребятки обалденно просто но видать прям смотрите ребятки как интересно мы находимся здесь шотландии да на острове вот этот остров который он до этого говорил а вон там у нас эти вот за вот этим вот островом вот за вот этим вот уже шотландия кстати и город первый который там будет кемпбеллтаун за ним где-то буквально километров 20-30 глясго уже находится так что вот она шотландия как на ладони это даже ближе чем я с англии и францию видел и намного ближе где мы из испании африка буквально я не знаю километров 15-20 и от коровка как тебя зовут ну ну клёво как обалдеть ребятки вон она шотландия как на ладони кайф какой притом это не остров а это остаток материковой части то есть реально британского большого острова вот это вот завитулька сюда заходит потом за ней остров небольшой а потом уже за ней для сго сразу клёво какая красота так идем аккуратно вниз еще не одна акула ни одного этого котика морского там кто тут львы и тюлени кто тут плавает ну тюлени точно нет морские котики какие-нибудь плавают красотища ребятки еще раз наблюдаем он то вот вдалеке не вот этот остров не вот этот а вон то и вот это вот кончик вот этого острова это шотландия он называется south end то есть южный конец или конец юга ребятки он качается в офигеть он качается красотища какая углу смотрите не если отсюда прыгнуть можно убиться поэтому мы этого делать не будем мы будем продолжать снимать для вас и для себя клёво мне очень здесь нравится ребятки это кайф я отвечаю как как этот как синусоидным таким пружинкой идешь вот так подпрыгиваешь красотища такая вот очередь ребятки перед нами еще четыре человека сначала где пройдут потом он мы когда те пройдут мы следующий так что вот стоим пока наслаждаемся а 8 человек максимум на мосту в одно время поэтому не только в одну сторону так что клёво еще раз конец северной ирландии и вон она вон там вот шотландия это просто огонь так ну чё ребятки пересекаем мост обратно ты в какой и теперь наверх по лесенке вот ребятки собственно грей мост по которому только что проходили клёво идем дальше последний взгляд на эту красоту ребятки уезжаем с края этого острова так ну чё ребятки покидаем это место и едем дальше по пути будем искать еду вот чтоб перекусить или позавтракать или просто один на заправку взять перекусить ну короче по пути мельдаемся так ну чё ребятки мы едем следующую достопримечательность развалины типа маяка чё тут такое ехать 40 минут 38 километров по пути где-нибудь ищем еду огромный автобус ирландский партии вагн ну пейди вагон написано прям педи педи привейт он там рассказывает и там сзади такой ирландец этот репликончик нарисован вот это клёво я уже видел и везут на экскурсию посмотреть а мы уже все увидели уезжаем ехали так что интересные места по пути я останавливаюсь как обычно ехала открыточка врум так короче машина на стать мы идем где-то здесь кушать будем мы находимся с вами в городе буш миллс буш миллс там где вот это висковарня но мы туда решили найти а вон идем вот креперы какие-то очень короче надо что-то есть и ехать дальше так хочу ребятки мы нашли вот такую вот кафешечку такая криперия заказал себе блинчик и в нем будет у меня помидоры лук огурцы паприка сыр это как его зовут майс кукуруза вот всего туда мне накидают и я буду сейчас завтракать а потом едем дальше нам ехать еще отсюда минут 20 где-то около 20 километров плюс мы решили в эту висковарню не заходить ну как бы если бы была такая крутая пивоварня самая старая пивоварня в мире я бы обязательно туда зашел а виски как бы но виски виски пофиг так что кушаем и едем дальше ну приятненького аппетитика ребятки там потом всего вкусного клево я прям хорошо перекусил ребятки так маруся короче за фруктами я в машину вот и давай быстренько и едем дальше 5 какой безветренно тепло ну градусов машина сейчас вот извиняюсь даже врать не буду сейчас я вам покажу сколько скажет нам наш opel и он говорит что он нам говорит 15 градусов ну ну да где-то так ощущается просто реально не холодно ну чё навик нам говорит 26 километров и 27 минут так что ехали так ребятки заехали мы в какой-то проезжаем его сейчас он там через мост через реку будем о магазин tesco кстати этот дизайн якобы наш ареал так ну вот это рв но ареал нет продуктов так но ребятки едем дальше сейчас покажу речку вот и ребятки какой старинный мост мы проезжаем вон он сейчас мы прямо по нему будем ехать ватер сайт про плятс горит офигеть водяная сторона так зеленая стрелочка спасибо тебе и мы едем ух с той стороны какой парк клево как шо ж за город такой он церковь там огромная еще едем вот ребятки город колрейн пишется колерайн колераны так вот я так ребятки вот мы и прибыли к месту мусенден темпл вот 550 вход для чайл до 275 а да 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 у нас простой 5 так что идем смотрим что здесь в этом темпеле и вообще куда кому платить что вот такие развалины они прямо до самого океана тянутся так что идем короче ребятки идем по владениям этого парка нам где-то около километра прямо до самого темпеля и это владение бишев of которые жили здесь 18 веке прикиньте как парк идем смыла ее тут в принципе нет и не было короче она кончилась ребятки так идем вон я вижу уже океан сейчас эти развалины вот этого графства ворота поля сейчас посмотрим что это вообще такое но говорят это обязательно надо посетить северной ирландии вон я океан вижу вон скала вон океан тут дорога закрыта и тут дорога все куда-то мы пришли еще вниз пойдем вот тут написано уточки лакс вот к этому темпелю идем вот такая вот штука 1779 1783 год калитка открылась прошли вон залив вон города о так а вот развалины слева вот это темпль фонтов люди гуляют один вижу парень вон та башня смотри вот вот ребятки вдалеке дан хилл кастл относительно молодой 1851 года построение вот тут еще калитка вот какая-то башенька вот сейчас на нее залезем будем океан смотреть ух ты как система такая хоп прошел хоп прошел башки коровки всякие не убегали идем туда ну да просто круглый такой и о эхо сам себя немножко так слышит какой-то глуховато эхо ух ты вон скала клёво что пойдем вниз так ребятки обходим всю эту конструкцию и не совсем то что я рассчитывал увидеть он железные пути там а там на этот поезд ходит марусь тоннель хорошо идем идем вниз вот такой вид сейчас вам покажу какой вид отсюда здесь такой каньон океан поезд паровозик ходит вот озеро у нас и признак только что он там стоял что до темпеля туда еще чапать так что идем о мажь смотри черные эти так идем смотрим туда 1 5 5 блин ну не едь так быстро он уже уехал и все это два вагона были блин или на одной ноге прыгать не начал чтобы успеть короче нифига он не старый современная электричка просто тату сделал вот с туннеля вышел ребятка вон то вот из камня вот это вот черное все она как уголь просто какой-то кусочек короче идем в дождь я не советую сюда ходить я дважды чуть не убился чуть не подскользнулся на этой траве мокрой ступенек нет идти здесь не удобно что видал мужик собачка шел вот сейчас мы как-то это хотим обойти и думаю темпель там сверху будет посмотрим на него и уже сверху назад пойдем пока идем вот такой вот дорожкой ребятки просто обалденный пляж просто клёво и просто видно я не знаю но здесь навряд ли полоса отделяет здесь синеватая вода с той стороны красная и видно она вот так вот полукругом заветляется и вон туда просто как бы как сказать половина синуса вот такой вот параболой только желтенького такого красноватого блин мошки летают остальное все синяя красотища идем дальше так ребятки ветрено понимаю темпель огромный гигантский пляж я начинал 8 машин 7 который антон действительно 8 вон они прям подъехали туда к пляжу и стоят там что-то я не знаю смотрят гуляют рыбачить клёво на это темпель потом может замок зайдем вот смотрите пляж а вот смотрите машины которого с этого города прям сюда доезжают просто гигантский пляж это клёво и стоим наслаждаемся такой красотой так ребятки а темпель закрыт вот музенден темпль чё мария магно свав турбан тиху турбан тибус с латынь какая-то а тут что написано ничего не написано хэллоуин горит тыква из-за этого мы закрылись видимо не знаю так идем замок ну вот ребятки это херенхаус то есть резиденция герцога бристольского генри 4 вот это его резиденция которую начал строить в 1770 году вот а сам он стал герцогом в 1768 и в 1851 году ребятки большая часть этого вот этой постройки она была разрушена огнем а восстановлена в 1870 то есть спустя 19 лет клёво мы идем посмотрим что там есть и как обычно по традиции взгляд на ирландию из северной ирландии и шотландия вдалеке вон она вон там были по мосту бегали а вон вдалеке шотландия шотландия ирландия и мы идем замок вот ребятки смотрите генри генри 4 генри где идем ищем его идем и что же мы наблюдаем здесь неплохо он так жил о мороз а тут что такое с меня генри схватит и поволочет через эту а тут мусорки нет не мусорки так тут закрыто там нет ничего там просто два ящика вот смотри что то есть клёво тут можно полазить в порядке поугарать прелесть 5 походу ома смотри камин кусок железа торчит оттуда гнилого жесть да но это посетители вот эту комнату приспособили для под туалет ребята так что идем вот вот эта вот штучка видно что она как бы новее что ли чем вон те серые камни эти какие-то такие а вот здесь вот видно вот смотрите обгорелась все от пожара ой ой ну да это что дом теме а тут даже пушки отстреливались 1775 году ну и покидаем и идем у ворота со львами вон темпл а наша машина вот здесь где-то стоит сейчас надо будет искать дорогу сядем машинку и поедем дальше там вот мы проходили ворота какие-то вон там можно спуститься так ночью ребятки вот темп какой-то а вот тропинка идем кто-то натоптал идем потому камни воротит чтоб встать на него удобнее расхититель блин гробницы идем мнение нормально вот это дерево вот такая дорога ребят а вот ступеньки начались хорошо хотел сказать вот такая дорога по скользкой грязи потихонечку быть здорово так идем так ребятки спустились с этой жесткой дороге вот идем тут такая тропиночка лопухи каменные опоры смотрите кстати сделано чтоб стену не сломали они с этой стороны как бы тоже каменной подпорки болото какое-то и вот ворота вот где мы заходили тут за воротами сразу же наша машина стоит садимся и уезжаем кстати деньги которые вам говорю там был написан я вам рассказывал столько-то столько-то здесь абсолютно никого нет мы не мы даже кассы не видели то есть и платить некому так что мы гуляли здесь сегодня абсолютно бесплатно я не знаю может по понедельникам или как бы уже не лето может поэтому ну вот выход там на шопель садимся едем и на этой ноте ребятки тогда мы с вами попрощаемся и увидимся уже надеюсь увидимся смотрели которые люди меня молодцы пятюльку им всем пальчик кверху и смотрим следующие выпуски вот а